Барабаны на готов! Не лезьте в хип-хоп! Ко всем очень хорошо отношусь, обожаю всех! Сейчас буду... Не знаю, как выделиться серой массы, Но хочешь быть в центре внимания? Хочешь стильно одеваться по доступной цене? Тогда заходи в крутой магазин реплика slonsnaker.ru Тебя ждет большой выбор самых топовых кроссовок Магазин работает без предоплаты, поэтому плати только при получении Если паришься насчет доставки, не переживай, сочные обновки придут за считанные дни В обоими слона огромное количество положительных отзывов Slonsnaker.ru Заходи, выбирай, покупай Сегодня ночью в LA состоялось вручение Грэмми Ежегодно весь мир, затаив дыхание, наблюдает за итогами этой премии Даже несмотря на то, что из года в год она связана с разного рода скандалами, интригами и расследованиями И так как мой канал о хип-хопе, то логично, что в этом ролике мы обсудим итоги рэп номинации А именно Лучшее рэп исполнение Лучшее рэп песня исполнения Лучшее рэп песня И лучше рэп альбом года Но для начала, немножко углубимся в историю Чтобы вы понимали отношения хип-хопа и Грэмми В 1989 году впервые вручалась Грэмми за лучший рэп перформанс И там произошло первое недопонимание Грэмми и хип-хопа Все дело в том, что ТВ не собиралась транслировать вручение награды в рэп номинации В итоге 4 из 5 номинантов просто бойкотировали премию А чемпионами стали Джази Джефф и Фрэш Принц Которые как раз таки и не пришли А вот что сами ребята говорили о данной премии Они ничего не знают о рэп-музыке И наш бойкот именно для того, чтобы открыть им глаза на рэп Так что в следующем году другие рэп-группы смогут выступить на церемонии награждения Грэмми И эта церемония будет показана по ТВ Потому что музыка важна и значима настолько, чтобы быть частью этого шоу Похоже, чтоб Грэмми услышали И в следующем 1990 году они начали показывать рэп-категорию по ТВ Однако и здесь не обошлось без очередного скандала А все дело в том, что победил Янг МС Хотя в номинации с ним были Деля, Сол и Паблик Энеми Оказавшие колоссальное влияние на жанр Соответственно, их треки были наголову выше Янга Тогда хип-хоп еще больше стал недорюбливать Грэмми Но это еще ничего Вы только послушайте эти имена Все эти люди не выигрывали ни одной Грэмми за всю карьеру А у кого-то даже нет ни одной номинации То есть хип-хоп движется куда быстрее, чем это замечает Академия Ибо каждый из этих людей своей персоной внес важный вклад в рэп-музыку Для того, чтобы альбом или песня были избраны Они должны быть выпущены в период с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего Поскольку номинантов объявляют в конце ноября-начале декабря Продюсеры, артисты, звукоинженеры, работавшие хотя бы над шестью коммерческими треками Могут стать голосующими членами Академии Каждый член Академии может голосовать в больших категориях Трек, артист, альбом года и лучший новый артист А также он может голосовать в 9 номинациях В зависимости от того, какую специализацию он представляет Рок, рэнби, джаз, регги, госпел, кантри и так далее Голоса подсчитываются и пятерка лучших становится номинантами на заветную Грэмми Ну а дальше голоса подсчитываются окончательно И лауреатов объявляют на самой церемонии То есть получается, что вы можете голосовать в 4 рэп-номинациях и еще 5 любого жанра Так человек, что специализируется на электронной музыке Может проголосовать в своих номинациях и полезть в хип-хоп Или любой другой жанр От этого происходит полная неразбериха с голосами В 2014-м все эксперты прогнозировали Кендрику победу в номинации рэп-альбом года Однако неожиданно для всех победил Макли Мор У всего хип-хоп комьюнити бомбануло И разные рэперы и битмейкеры ринулись вступать в академию Дабы не допустить подобных прецедентов С этого времени стало получше Появились темные лошадки Грэмми стали давать по делу Но я все еще не понимаю Как можно было в прошлом году отдать рэп-альбом Карди Би Когда Астра Трево настоящий шедевр продюсерской мысли Тревис стал дирижером потрясающего спектакля А Пуша Ти своей семитрековой дейтоной на продакшн Кани Возродил хип-хоп Да и вообще, почему в том году не взяли табу Дензела Карри Который всеми критиками назывался одним из лучших в том году И давайте перейдем к обсуждению Номинантов и лауреатов нынешнего года Когда я узнал, что на Грэмми будет ребют не психаслу То я даже не сомневался, что у него будет как минимум одна премия Так и вышло Здесь также можно порадоваться заради Рича Взять Грэмми с первого раза это круто Но как по мне, в этой номинации должны были побеждать или Джей Кол Или DaBaby В песне Кола есть месседж Это коннект поколений Она одна из самых лучших и важных в его карьере У DaBaby тоже интересный трек Который посвящен легендарному продюсеру Шугу Найту DaBaby круто обыграл данный образ Там есть сколки и панчлайны Сама харизма DaBaby мощнейшая Номинации рэп-песня и исполнение Это когда в песне есть элементы РНБ и рэпа То есть и читка и пение Здесь победил диджей Каллет И это очень грустно Потому что если вы смотрели один из моих прошлых роликов про Ради Рича То понимаете, за что можно не любить эту истеричку Вдобавок он оскорбил Тайлера во время своих ПМС Из-за второго места в билборд Своими одлибо аудиотегами он портит все песни Которые могут быть не только в начале и конце Но и в середине, перед припевами Это ужасно И как по мне, здесь чемпионы или Drip Too Hard Поскольку это настоящий хитяра Под который качались все Ганна и Лил Бэйби дополняют друг друга А также The London хороший трек Где каждый показал свои сильные стороны Ла Флейм и Таггер даже заразили джея автотюном Вот здесь нет вопросов Все по делу У джея было 12 номинаций И он наконец-таки добрался до этой вершины Сама песня весьма значимая для дикаря Это хит, который находится здесь по праву Ну и рэп-альбом года Здесь как всегда не обошлось без скандала Когда стало известно, что Игорь от Тайлера попал в список То бомбанулы у всех Включая самого Тайлера Он сказал, что это скорее поп-альбом Но никак не рэп И если сравнивать именно как альбом, как концепцию То здесь безусловно Игорь лучший Но если выбирать рэп-альбом То любой из данного списка был достоин победы Но никак не Игорь По сути Тайлер был достоин, чтобы его включили в главную номинацию альбом года В итоге я хочу сказать, что Грэмми для рэпера не является какой-то авторитетной наградой Это скорее имиджевая история и просто зеленая полоска на Википедии Ведь у огромного количества крутых рэперов не имеется этой награды Соответственно, она имеет такую же ценность, как банкноты банка приколов Да и беря во внимание тот факт, что ни один рэп-альбом не побеждал в альбоме года То воспринимать всерьез эту премию не стоит В комментариях пишите, кому бы вы дали Грэмми Ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на канал Любите рэп И всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok